дорогие друзья здравствуйте сегодня лайфхак по средам то что я хочу вам показать это я их называю метод наложенных кос который создает имитацию двухфонтурного или ручного вязания на любой однофонтурной машине для этого метода нам потребуется связать отдельно будущие косы косы будут на изнаночной глади что всегда очень красиво вам нужно связать вот такие заготовки по желаемой ширине кос вот у меня это полоски по 3 петли я хочу чтобы мои косы были по 3 петли и выполняем высоту такое же количество рядов как коса в нужной вам детали для образца у меня здесь провязан 301 ряд достаточно чтобы вам было понятно просто провязываем полоски и закрываем этим методом на изнаночной глади можно выполнить любые косы любые араны а также оформить планки я выполню небольшое количество заготовок достаточно 4 для того чтобы наши косы были лицевой гладью на изнаночном полотне понятно что двигаться они будут вот так переворачиваем нижней частью полоску к себе таким образом чтобы перед вами были изнаночные петли навешиваем петли первого ряда на самом деле вы можете их начать абсолютно в любом месте например вот эти полоски будут у меня предположим планками эти планки могут быть я думаю вы понимаете любой ширины я для образца взяла небольшие и навешиваем петли первого наборного ряда начнем формирование косы это могут быть косы это могут быть рано этому может быть все что вы хотите увидеть я вам покажу сам принцип а дальше включите просто собственную фантазию ну например выполним две косы посередине данный метод позволит вам выполнять имитации двух фантурных рисунков работать будем по два ряда а я выполняла полоски на плотности 6 груза мне вообще здесь не нужны и дальше отступаю один ряд навешиваю 3 изнаночных петли на соответствующие нужны мне петли провязываю снова у полосок снова пропускаю один ряд и навешиваю на нужные для себя петли теперь выполним скрещивание для косы причем заметьте абсолютно безболезненно для игл машины что ж теперь можем посмотреть что же получается получается вот так согласитесь если снять полотно с машины никто даже не догадается что вы вязывали в эти полоски отдельно этот метод наложенных кос я использую очень часто в своих работах так например в этой куртке которую вы видите на ваших экранах также использован мой метод наложенных кос поставьте лайк этому видео если она вам понравилось обязательно попробуйте и расширяйте возможности вашей вашей вязальной машины но мне обязательно черкните какой нибудь приятный комментарий мне приятно вам не сложно